Добрый день! Мы комментировали седьмой тур турнира претендентов в онлайне, поэтому краткий обзор седьмого тура, выводы. Начинаем с партии Александра Грещука. Он играл белыми Шехьяром и Медьяровым. Очень до этого большая статистика была в пользу Грещука и Медьяров, тем не менее пошел с ним на очень принципиальную дебютную борьбу. После хода слон Ж5 играет А6 и Ж5 немедленно переходит наступление ходом КНЕ4. В общем, вариант достаточно хорошо известный в теории с такой неоднозначной репутацией. Черные немедленно провоцируют конфликт на крыльском фланге, играют H5, угрожают закрыть слона, Грещук играет H3. Здесь почувствовал, что по исполнению Медьярова, что он хорошо готов в таком не очень хорошо известном варианте с КНЕ6. По всей видимости, Александр здесь к такому принципиальному спору готов не был. И после хода взятия, взятия, взятия и ферзь Д6. На борьбу можно было играть король Ф2. Александр сыграл ферзь Ф2. Противники начали повторять. И, в общем, Грещук так и не собрался продолжать эту игру. Была зафиксирована такая достаточно быстрая ничья. Большой игры в этой партии не получилось. С другой стороны, Сергей Корякин играл Суэс Лисо и сумел одержать первую в этом турнире победу. Разыграна защита Немцовича. Вариант такой достаточно крепкий и не самый магистральный с ходом слон Д2. Хотя позиция безусловно встречалась. Возникает такая сложная пешечная структура, где у белых есть преимущество двух слонов. И уже без ферзей. После хода слон Д7 казалось, что есть такая возможность как пойти КНЕ5 сразу поактивнее. Но после хода Король Е2 черные делают несколько уверенных таких ходов. Вот они играют КНЕ5 и уравнивают абсолютно шансы после хода КНЕ5, СЛОН Е8 и СЛОН Д2. Вот здесь черные могли закрыть все свои какие-либо проблемы, сыграв КНЕ6. То есть после этого никаких шансов на победу у белых не остается даже близко. Они же сыграли Ф6. Но все равно долгое-долгое время позиции носят такой ничейный характер. Скажем так, равный характер. Происходит практически полное истребление пешек вот на ферзевом фланге. Черных пешек, по крайней мере. И временно у белых лишняя пешка Б. Но она отыгрывается и возникает совершенно ничейная, как показалось, позиция. Но начинает проявлять, так сказать, волевые качества. Проверяет пока еще своего соперника Сергей Корякин. И в какой-то момент допущена вот грубейшая ошибка после хода вот Король Б5. Грубейшая ошибка Король Ф8. То есть понятно было, что после хода Король Б5 угрожает Ладья Ф2, но держала еще Ладья Ц7 партию. А был сын Король Е8 после хода Король Б6. Неожиданно выясняется, что Ладья попала в капкан. И после недолгой борьбы, короткой борьбы, когда пришлось отдавать фигуру, Корякин побеждает. Он сохраняет пешку на H3 и начинает приближаться. В общем, СО не стал проверять его окончательно на технику и сдался. В общем, так неожиданно довольно-таки по ходу партии, как это казалось, Сергей Корякин наконец-то победил. Третья партия, о которой мы с вами поговорим. Возможно, самая интересная партия тура. Ливон Араньян. Играет с Каруаной. До этого Ливон крайне успешно действовал с Каруаной по статистике. Но Каруану применил такой психологический эффект. Он пошел на позицию, в которой хорошо знакомы Ливоны именно при игре черным цветом. Каруаной видно было, что хорошо подготовился к дебюту. И Араньян предпринимает такую достаточно рискованную жертву. Жертву в позиции после хода конь дэсима. И опять играет g4. Очень-очень решительно он действует. Компьютер эту жертву не одобряет. И тем не менее, определенные инициативы есть, определенные компенсации есть. Очень странным показался нам во время трансляции ход ферзь d8. Ход, которым не нашли мы какого-то такого большого смысла. Показалось, что после этого инициатива белых становится достаточно опасной. Удалось белому создать серьезнейшие проблемы. Компьютер видит полнейшую компенсацию за белых. Но можно спорить о том, как ему надо было развивать Араньяну свое давление. Но вот войдя в сильнейший цветнот обоюдный, белые действуют, казалось бы, опять-таки, достаточно уверенно. Идут еще на две жертвы. Сначала они дают качество, потом отдают коня, получают такие две страшные пешки. И все это происходит, повторюсь, в страшном цветноте. И вот после хода g7 и король h8 все было бы нормально, если бы белые здесь пошли бы ферзем на h4. То есть, играя в ферзь h4, они сохраняют угрозу и слонцы 4 шах, и поддерживают пешку h. Все у них было бы хорошо. Но вот играется слонцы 4 шах, король h7. И сейчас черные уже побеждают. Кстати говоря, можно было бы пойти в ферзь h4 и раньше, до хода g7. И, в общем, дальше несколько уверенных ходов. Вот играется король h8 и победа. Победа каруаны. Очень важная для него победа против достаточно неудобного для себя соперника в принципиальной борьбе. Такая серьезная была сделана заявка на общую победу в турнире, конечно же. Ну и, наконец, Владимир Крамник играл очень долгую партию. С самого начала Владимир предложил уход от магистральной теории. Соперники прошли через самые разные дебюты. Предлагали и перевернутые сицилианские защиты друг к другу. И потихонечку они пришли к дебюту рейти. А потом, вот после того, как произошли какие-то изменения в пешечных структурах, пришли к позициям очень характерным для староиндийской защиты вариантов g3. Вот здесь казалось, что можно было бить на d4 слоном. Но Крамник побил конем. И после хода конь bd4 были всевозможные взятия здесь на e4. Разные удары, которые в целом вели к позициям примерно равным. Но вот показалось, опять-таки, что несколько странно. Крамник сыграл конем на f3. После этого черные осуществили прорывы. И все время у них была такая идея, как пойти слон f5, конь d3. И вторгнуться на поле d3 было бы очень интересно. Но пошли совершенно по другому пути. Была возможность здесь съесть качество. Где, конечно, у черных было бы лишнее качество, у белых была бы компенсация. Довольно странно выглядел этот момент. Вот этот ход ладья c1. То есть вместо того, чтобы играть с лишним качеством, пошел на сложную позицию, где против ферзя борются ладья, конь и пешка. И вот оценить эту позицию было довольно-таки сложно. Можно только удивиться вот в этой позиции. Потому что после хода ферзь e6, казалось бы, мы вправе ожидать хода ладья c3 или ладья c4. Потом потихонечку белые перестраиваются. Может быть, где-то проведут b4. И образуют две пешки. И, в общем-то, имеют практически шансы на победу. Но вместо этого была отдана пешка на b3. Позиция постоянно носила равный характер. Крамник сделал все, что мог, чтобы как-то усложнить борьбу. Он играл до конца, даже переступая снова грань какого-то допустимого риска. Но все-таки до конца он его не переступил. Долго-долго они играли. Он использовал все абсолютно шансы. Но все-таки закончилась партия так, как и должна была закончиться. В конце концов был сделан вечный шаг. И партия эта закончилась ничью. Вот таким был по нашей версии седьмой тур турнира претендентов в Берлине.